Друзья, заказали мы Starbucks. Одна для Дениска и одна для нас двоих, для жены и для меня. Друзья, всем привет. Мы решили пойти по тренду и попробовать взять себе некоторые посылки купить и посмотреть, что у нас получится. Так, ребята, вот загрузился. Пойдем еще один. Тут 20 коробок. Пошли еще что-то набирать. Друзья, вот зацените, сколько тут народа. И очередь длиннющая-то какая. Так что поедем домой, смотреть, что мы набрали. Мне самому интересно. Будем раскрывать посылки вместе с вами и посмотрим, что нам удалось здесь взять интересного. Привет. До встречи. До встречи. До встречи. Какие вещи мы взяли? Там мы брали коробки и все. Короче, чтобы видели интересные цены и брали. На 160 баксов, да? Надо было ехать спринтером. Да, спринтера не взяли, да? Вообще просто. Смотрите, не переключайтесь. Будем открывать все. Все будем это открывать, показывать и считать, на сколько мы набрали. Потратили мы 160 баксов. 32 вещи взяли. И у нас полный багажник. Ребята, я не знаю. Ну все, поехали. А то я уже хочу раскрывать. Да, я уже хочу раскрывать, смотреть, что у нас получилось. Поехали. Наконец-то мы приехали домой. И уже не можем дождаться, чтобы начать распечатывать и показывать, что в этих посылочках. Особенно Денис, он просто в ажиотаже не может дождаться. Ставим в углу справа. Еще пакеты. Какие же они тяжелые. Вау, шерутся пакеты. О, еще одну вещь забыл. Вот она. Здесь 32 коробки. Некоторые, конечно, видно, что там внутри. Но у нас 32 посылки здесь. Давайте разбирать, раскрывать посылочки. То, что вы видите, за это все, за все мы заплатили 160 долларов. Вот это все посылочки. Потерянные посылочки. Но на самом деле это их сдали с Амазона, с Костка и так дальше. И на этой доске мы будем записывать все цифры, сколько стоит тот или иной продукт. Вау, Питча решил раньше всех распечатать коробочки. Смогла обнаружить что-то дорогое, ценное, да? Вот эта коробочка, да, ценная, да, получается, Питч? Ага. Ой. Аучи, аучи. Да. Вот. Чика-чика. Залезла. Играется. О, какие у нее когти. А, спрятала. Давай, давай. Ай. О, ты свои позуряки показываешь носа. А, лапа, лапа. Лапа. Вот эта коробка тоже дорогая, да, будет, Питч? Ты смотри, какие зубчики у нее, гляньте. О, красавица. Ну, покажи зубчики, покажи, покажи. Давай, ага, ага. Кусайся хочешь, да? Вот смотри, кусается. Зубата она у нас. Во, 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 смотри, какая. Давай. Красавица. Давай, Маша, тебе много работы, треба хорошо поскладать. Треба я косить. Зара. Красиво. Такую горочку сделаем. Ага, давай, давай. Интересно. Вау, это будет вообще интересно. Да. Даже Джула уже не может дождаться, хочет какую-то коробку открыть. Да, я буду. А Джейми вот тут прям в углу заховалась, а тоже все они в ажиотаже ждут, что что-то будет. Денис тоже. Коробочки достают, рвут пакеты, все. Все, вот сколько у нас потерянных посылочек. Вообще много набрали. Я не ожидал, что мы столько наберем, и они все какие-то тяжелые, да? Тяжелые. Да, мы стараемся, что это тяжелые. Марк вот решил свою коробочку выбрать, да, Марк? Да. Мы готовы распечатывать. Ага, вообще набрали столько, что это. В коробках мы не знаем, что здесь находится, мы будем открывать и проверять. А то, что мы немножко видели, то мы вот сюда спереди положили, сейчас быстренько пройдем и начнем раскрывать коробки и смотреть, что там. И будем подсчитывать, сколько мы сэкономили, да, вроде? Это ты выбрал? Да, это я выбрал. И наушники? Угу, я посмотрел, думаю, а, надо взять, посмотри, что это такое. Наушники не помешают, потому что у меня есть Денис. Ух, синий цвет красивый. Интересный. Ничего себе. Гейминг написал. Да, гейминг, то игровые наушники. Давай посмотрим, сколько они стоят. И вот мы их нашли, они в Walmart продаются за 30 долларов, то есть 31 доллар. Так что, в плюсе. В плюсе. Да, все, 31 доллар за вот эти наушники в Walmart, да. Мы все записываем вот сюда на доску, так, 31 доллар. Хедсеты. Все, мы сюда марканули и все-все запишем сюда. И потом все итоги подобьем, сколько мы, как бы, заработали. Начинаем с маленьких. Да, с маленьких, ого, какие часики, да. Это я их нашел, да, просто думаю, на часики, я думаю, они всегда будут стоить где-то минимум 20-15 долларов. Интересно. Сейчас проверим. Давай распечатай, посмотрим. Надеюсь, что он здесь есть? Да, есть, есть. Так. А, инструкции. А, прикольно. Как качественно выглядит. О, даже еще. Она куда-то встанется. Да, да, да. Вот такие часики. Ну, это мужские точно. Да, мужские. Да, если что, потом сейчас проверим, сколько они стоят. Вот, мы нашли, сколько эти часы стоят. Exactly. И я поражен. Вот, вот они. Vivomer HR Sport. Они стоят 200 баксов. Надеюсь, что они рабочие. Вот эти часы 200 баксов. Эти часы для спорта. Это очень нам приятится. Да, я думаю, эти часики я буду носить и проверять, что я занимаюсь за спортом. Мы в плюсе 200 баксов. Есть. Друзья, я вот эту штуку, я увидел, что это такое. Потому что я знаю, я хотел ее себе купить в магазине. Эта штука вымеряет углы. То есть, если тебе надо что-то отбить и отрисовать, разные уголки, например, ты хочешь плитку положить или там, ну, короче, тебе надо вот в полу где-то выбить, измерить как угол нарисовать, да, и потом его перенести на плитку. Вот эта штука, это такая линейка интересная. Она мне надо, потому что мы собираемся некоторые ремонты делать дома. И я такое хотел покупать, но тут я ее... Маленькая запечатана. Она стоит 13 долларов. 12,99. 13 долларов. В плюсе. Не так сильно. Я думал, оно будет дороже стоить. Но немножко прогадал. Бастерано в плюсе. Но это нужная вещь. Да, но это нужная вещь. Добавляем. 13 долларов. Я видел такое... У тебя не написано, но видно, что это одеяло какое-то. Ага. Вот такое интересное одеяло, да? Надеюсь, оно... О, вау, он еще где-то... О, еще даже... С подушками. С подушками для... Ага. Еще две подушечки будет. Класс. Красивый очень цвет. Ага. Интересно, сколько оно будет стоить? Вот где, как его узнать? Цену его. Чтобы увидеть раскраску. Красиво. Да, давай вот так я раскрою его. Вот оно какое здоровое. Давай сейчас посмотрим, сколько стоит. Посмотрим, да. И сколько оно стоит? Подушечки. Не уладает. Подушечки. Красава. Давай, нашли. Похоже, только чуть-чуть другой цвет. Чуть-чуть другой цвет. Оно вообще похоже. Вот оно. И где же цена? Вот. 59 долларов. 99 центов. Короче, 60 баксов. Вот этот сет стоит 60 баксов. King size. На Амазоне, да? Да, на Амазоне. Да, вот на Амазоне 60 баксов. Мы нашли. Денис все записывает нам четко. Давай, следующее. Это я тоже нашла. И это protection для... Всегда на матрас. Для матраса. Надо покрывать. Оно от воды. Он сохраняет матрас от всяких разных пятен. Да, вода не проницает. У нас все вода не проницаем в ее доме. Да, да, да. Потому что матрасы дорого стоят. А это взял, постирал все? Да, и все. Так что давай. И сколько же оно интересно стоит? Именно всю компанию мы не смогли найти Lifebed. Но мы нашли похожий на Амазоне. И вот оно стоит 30 баксов. 31 доллар. Это очень нужная вещь. Она как раз надо была. Потому что она подходит под наши матрасы. Все. 31 доллар. Так. Супер. Это уже подушка. Что, ну достань, посмотрим, что это за подушка такая интересная. Там нельзя вам ничего открывать, но я видела, что подушка. Сильно. Она скручена как суши ролл. Ага. Суши, да? Да. Ты аппетитный, меганяя? А ты сейчас саппетитный. Класс. Ну что, посмотрим, сколько она стоит. Мы нашли цену. И сколько она стоит? Стоит 30 долларов. 30 баксов. Да. На ebay. Мы начали. Вот она продается на ebay за 29 долларов. И эта подушка стоит на ebay 29 долларов. Так что мы в плюсе. Что это такое у нас? Это я увидела, ну просто так вот так лежала в покупке. Это duet cover set. Ого. Смотри, 45% с cotton. Все вещи, которые делаются с cotton, они очень дорогие. То есть одежда и так дальше. И 55% лыня. Ну надеюсь, что это будет что-то ценное. Это никакой фейк. Да, лыны тоже дорогое. Мы, кстати, нашли цену за вот эту штуку. И оно оказалось очень качественное и очень дорогое. Смотрите, это наволочки на подушке. Да, это на подушку и драффлс. Да. И две. Красивые. Они вообще приятны на ощупь, потому что это настоящие... Они наполовину льняные, наполовину cotton. Cotton, да. И сколько же оно стоит? 129. 129 баксов стоит. На Амазоне? На Амазоне, да. Вот мы нашли 129 баксов. Оригинальная цена была 159 долларов. Сейчас она как бы на дискаунте идет за 129 долларов. В плюсе? В плюсе. В плюсе. Это вообще только вот этим пару вещам. Мы еще даже не добрались до коробок. Это то, что мы видели визуально. То, что, да, визуально мы это собрали. Еще 4 больше. Да, да, да. Это вообще просто. Давай, Джилы, записывай. Надо. Плюс 129 долларов. Супер. Так, это точно, что я знаю. Я не открывала, но я оставляла. Это сумочка. Сумочка, да? Вау. Dream. Я толком не знаю, что это за фирма такая, но сумочка сюда пригодится. Вау, даже прикольно. Сейчас узнаю, сколько же она стоит. Чемоданчик. Чемоданчик. Какой-то такой интересный. Смотри, как она с этими для протекшена. Ага, он такой смешной. А ты будешь с ним ходить? Не знаю. Он так смешно выглядит. Да, да. Ну ладно. Света. Супочка, да. А качество? А внутри, да. Ну, качество может неплохо, но сейчас, не знаю, посмотрим, попробуем. Как чемоданчик. Да, как чемоданчик. Оно жесткое очень сильно. Ну, чтобы брали, то хватали. Как говорится, хватай, беги. А что взял, то потом будешь разбираться. Ну ладно, давай найдем хотя бы, сколько она стоит. Да, и мы нашли ее на Амазоне. Она продается на Амазоне. За сколько? 46 долларов. Да, за 46 баксов. Фирмочка тебе, да? Да, вот тебе фирмочка. За 5 баксов. Ага, вот она, мы ее нашли. Вот здесь она на Амазоне продается за 46 долларов. Все. Это такой ланч бакс, такой крепкая такая. Но она в плюсе, да, она такая жесткая, капец. Джоли пишет, 46 долларов. Сумка. Найс. Это сумочка тоже маленькая такая. Ага. Это что? Вау, какая красивая. Она делается тут длинная, ручка такой вся. Да, это прикольненько. И сколько она стоит? 16 долларов. 16 долларов на Амазон. Мы точно не нашли, но эту компанию нашли. Их не сумочки такие маленькие, а для молодых девочек. Стоит по 16 долларов. То мы и запишем, что она стоит 16 долларов. Вот эта сумочка маленькая. Джоли, записываем 16 долларов. А что нет? Думаю, что было еще. Давай, 16. Так, есть в плюсе. А что это такое, интересно? Для кемппула это что-то для кемпинга, какой-то матрас надувать. Ага, sleeping pad, да. А ну давай, достай, посмотрим, что это. Рвем, рвем. Давай, рвем, рвем. На кемпе. Ого, для кемпа. У нас ездят кемповать. Кто-то может вот этих захочет на кемп сходить. Да, я хочу. Да, вот каждый из них уже выбрал себе точку и место. На улице вот здесь. Так что пойдут кемповать. О, это как матрас, да? Да, он надувается. Да, он надувается. Да, он надувается. Да, ты шо. Он должно быть спампом системе. А ну-ка, попробуй, да, спамп даже. Да, ты шо. Смотрите пока. На мой нажиматель, как? Я не знаю, как это. Может быть, включается. Давай, попробуем, посмотри. Давай, раскрывай. Вау. Классная штука. Да ты шо, это может даже я себе на спринтер смогу брать. Иногда приходится брать такой большой груш, что нету места. Вау, класс. Давай попробуем найти, сколько она стоит и посмотрим, как она выглядит. Да, и это вот она, Dear Life 2000P называется. Ну, давай смотреть, это что-то интересное. Это как бы матрас надувной, надувной матрас такой. Для кемпинга. Для кемпинга, да. Если вы едете в кемпинг, вот такой классный матрас. Особенно в летний период, когда придет, у нас есть где это применить. Вот этот матрасик стоит на Амазоне 35 долларов. Мы его протестируем и проверим. Давай, следующий. Плюс 35 долларов. И вот жена взяла карпики какие-то. Что-то такое понравилось на ходу, она решила взять. Да, да, да. Я не знаю, какой размер, там не можно было определить. Какие они квадратные, длинные, не знаю. Ну, короче, сейчас посмотрим, прогадали ли или не прогадали. Коврик это такая вещь. Да, вы его везде можно применить, особенно по туалетам. Два. Два штучки, да. Или это как? Это коврик или это? Коврик. Вау. Прикольно. Вау. Красивенький. Классно. Смотри. Теперь надо узнать, сколько они стоят. Приблизительно хотя бы. Итак, мы нашли цену за вот эти коврики, поскольку они... Похожие, очень похожие такие размеры. Одинаковые размеры, похожая раскраска. Они на Амазоне, две штуки за 38 долларов. 38 долларов, вот сейчас показываем. Вот они продаются за 38. Это похожие, не одинаковые, не точные, но приблизительно, потому что невозможно найти все вещи экзекла или точно. Есть, мы в плюсе, еще раз. Хорошо, супер. Так, и у нас Зара открывает следующую посылку Джулы. Давай, открывай. Уже мы приступаем к посылкам, которые мы вообще не знаем, что там внутри. Так, Джулы открывает коробочку. И мы смотрим, что там внутри. Давай, помогу. Давай, доставай. Ого, что там такое тяжелое. Давай, помогу. Что это такое? Для спинтера лампа. Не знаю. Это лампа какая-то. Короче, вот этот свет, это, кстати, да, это для света. Это очень мощная лампа на улицу, которая ставится, чтобы освещать на улице. У нас как раз здесь недостаточно света, и это как раз на руку. И вот эта мощная лампа LED, мы ее нашли на Амазоне. Некоторые варианты, но все они начинаются от 100 баксов. И вот приблизительно, как оно выглядит. Вот, мы нашли одну похожую. Это не есть точно, но приблизительно вот она. Стоит 98, 99. И вот так оно ставится на здание. Мы больше всего, что поставим у себя на гараже. Да, это очень большой плюс. 99 долларов, да. Мы ставим 99, потому что есть разные цены. Есть даже по 300 долларов вот такие. Есть мощные. Я не могу определить, насколько оно мощное. То мы ставим самую минимальную сумму 100 баксов. Так, мы сейчас Джейми поможем открыть коробочку. Потому что она очень плотно запечатана. Надо вот так. Давай, Джейми, распечатывай. Планкет. Одеяло здесь, наверное, да? Так, еще какое-то одеяло. Ого! День одеял сегодня, да? Давай, день одеяла. Но это мы не знали, что здесь будет точно. Ура! И споса. Вау, одеялка. Смотри, какой классный. Вау. Даже красивое. И с этим. Вот такое одеяло. Найс! Все, девчата уже накрылись. Двойняшки. И что, сколько приблизительно мы обнаружили в Костке она стоит? 40. 40 баксов. Мы точно не нашли, но просто нашли в Костке. Самый дешевый стоит 40 баксов. 39.97. Мы записываем, что это 40 баксов в плюсе. Потому что обычно все вот такие сеты, они и стоят, начинаются где-то от 40-30 долларов и выше. Записываем. Одеяло. 40 баксов. Это самое дешевое, что можно найти в Костке или в Волмарте. И он выбрал маленькую какую-то с Амазона точно. О! О, это инструмент какой-то. Еще какие-то вайерс. Это хорошая штука. Это вайерс. На их это можно привязывать, цеплять, например, картины или что-то такое. Да, смотри, какой большой рулон. Огромный. Он тяжелый. И вместе с ним... Мы взяли, потому что он тяжелый. Да. И плоскогубцы вместе с ними, чтобы резать эти вайерс. Так, а как оно открывается? Я даже не знаю. А, вот. Во, все. Вот, видишь? Вау. Вот такие прикольные. Это новое. А инструменты всегда запечатают. Вот такие инструменты, они всегда нужны. Они всегда стоят как минимум по 10 баксов. Начинаются от 10 баксов. Ну, брали по весу. Вот что взяли. Вот мы уже выяснили, сколько вот эти штучки стоят. Вот эти провода и плоскогубцы, по-английски wires, стоят 24 доллара. За вот эту катушку с проводами. И плюс вот эти плоскогубцы 19 долларов. То есть 20, ровно 20 долларов. Вместе все получается 43 доллара. О, вау. 43 доллара вот это. Оно везде нужно. Вообще вот эта штука, с нее много вещей можно делать. Особенно если что-то повесить, подтянуть или так дальше. Так что... Или какой-то арт делать. Да, или какой-то арт, что-то такое делать. Много вещей можно делать с этой проволоки. 43? Да, 43 доллара. Джулы выбрала следующую коробочку. Ну что, Джулы, давай открывай. Мы продолжаем открывать потерянные посылки и смотреть, что же у них. Ого. Ого. Что-то запечатано в пенопласте. Так. И здесь. О, вау. Что это такое? Не, не, тарелки. Тарелки. Сет. Сет 3. Какой-то интересный сет. Да, мы хотим показать, что у нас такая уже есть. Керамическая. Это подставка для капкейкс. Да, для таких маленьких тортиков. Маленькие сладости на паре. Очень красивая подставка. Для паре, да, очень классно. Тоже керамическая. Что классно, то есть тоже это значит, что она хорошего качества. На Амазоне оно приблизительно стоит 27 долларов. 27 долларов. Мы в плюсе. Теперь Джейми на очередь. Оно, смотрите, запечатано с Нового года. С праздничной лентой. Значит, что-то тут будет какое-то новогоднее. Есть. И что же у нас тут? О, что тут такое? Маш, смотри. Сумка. О, еще одна сумочка. Ну, что-то лучше. Еще одна сумочка, смотрите. Друзья. Ну, это получше сумка, покрасивее намного. Ну, так, с виду. Так, теперь ищем, сколько она будет стоить. Так. У меня, похоже, вторая сумочка красивая сегодня. Да, сегодня вторая, ребята. Но мы вам что-то хотим показать. Это, казалось, кожаная, настоящая кожаная сумочка. С этикеточкой. Да, с этикеточкой от компании Fry. И смотрите, что. Она вручную деланная. И смотрите, что. Она стоила 328 долларов. То есть, цена ее стоит 328 долларов. Настоящая кожа. Итальянская. Italian leather. Вот так. Вот это да. Это как нахотка. Я в шоке. Да, ну, сразу чувствуется все качество. Смотри, даже вот эти все запечатано. Все классно. Оно такое мягенькое. Не то что тая, а такая жесткое. Записываем. 328 долларов в плюсе. Вот мы нашли эту сумочку на Fry в веб-сайте. Вот ее цена. 328. Вот она продается на данный момент за 328 долларов. Вот эта сумочка. На ихнем веб-сайте. Денис решил открывать следующую потерянную посылочку. Фей Гресс. Выбрал. Смотрите, да. Это можно какой-то праздник делать? Да, можно что-то, да. Фей Гресс. Что-то такое. Там картинка нарисована. Вот, да. Так что тоже. Ага, дома где-то поставить можно. А, получается квадрат, когда все закончишь, квадрат получается. На Амазоне 6 штучек, 6 тайлс. Вот таких 6 квадратов. 1 фут на 1 фут продаются за 40 долларов. Вот его цена. Я не знаю где, но где-то мы найдем применение для этого. Для какого-то праздника. Для какого-то праздника, да. Мы можем использовать для какого-то, мы будем делать весной фотосессии с детьми. Что-то такое, да, можно будет применить, да. Надо бы сделать такой квадратик, вот так распорошить. И все, да, класс. Идет вход следующая коробка. О, тяжелая, что-то там звуки такие создаются. Угу, следующая, китайская, да, это точно китайская. Посылочки открываем, вообще, не подарочки под Новый год, такое ощущение. Залезяки какие-то. Ага, ого. Стоп, это что это? Что-то для фитнеса, да? Для фитнеса, да. О, велосипед какой-то нарисованный здесь. Что? Велосипед, это седушка. Седушка? Седушка. Да. Хорошо. Ребенка, для ребенка сидушка на велик. Ты что, это же так классно. Да, вот она. Да, сидушка для ребенка, для Марчика как раз, да. А как она идет, посмотрите, сейчас. Она как-то одевается, еще надо будет разобраться. А, вот здесь файнал рисунок. Да, вообще, вот она. А спереди? Да, спереди вот так. Вау, это классно. Да, поедешь в парк с Марком уже. Смотрите, вот такая сидушечка, классно. Вот как раз он подрос, сейчас уже можно будет катать его. Я, правда, не знаю, на какой байк оно подойдет. Подойдет ли оно вообще на мой байк. Может, оно на такой только подходит. Может, такое на женский. Да, или вообще. Ну, короче, надо будет. Сейчас будем разбираться. Потом будем разбираться, да. Ну, хорошо, все. Мы не нашли точно копии вот этой сидушки для ребенка на байк. Но мы нашли что-то похожее. В Walmart продается, вот, похоже. И самый дешевый вариант это 43 доллара. Так что запишем. 40 долларов, короче. Поставим. Все равно в плюсе. Попробуем, если подойдет на один из наших байков. 40 баксов. 40? 40. Так, ничего не понятно. Все запечатано. Не знаем, что будет. Уже какой-то там. А ты, кажется, я взял эту. Ты? Да. О, я ее уже там. Свеча. Свеча. Я думал, что там уже с электроники. Вау, электроники. Да, 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 да. Вот цена. 5 баксов. Ой, запах невкусный. Да ну. Мне не нравится. Оуу. Фу. На, мне. Harvest Spice. Spice, да. Не знаю, кому его. Сильный запах. Джилла хочет попробовать. Короче, это... В закрытом виде нормально, но открыто мне. Короче, это минус. Это, наверное, минус. Окей. Запах неприятный. Если запах нормально, тогда стоит 5 долларов. Да. А вообще, давай посмотрим хотя бы стоимость его. Ну, давай. Все, вот мы и нашли. И эта свеча в банке стоит сколько? 15 долларов. 14 долларов. 14,49. Ну, 15 долларов с таксой. Запишем в плюс. Хоча не знаю, будем мы или использовать где-то. Попробуем зажечься. Может, запах поменяется. Может, выветрится чуть-чуть. Да, может, выветрится. Все, да. Плюс 15 долларов. Да. Ого. Ну, это сильно тяжелое. Тяжелое. Тут, наверное, карпича. Тут какая-то фирма написана, но я не знаю, что-то. Давай посмотрим. Волос. Это что такое? Подсветочки какие-то. Их так много. Вау. А что это? Вау. Их что, 8 что ли здесь? На пульту? Наверное. Не знаю. Вау, смотрите. 16 цветов какие-то они. Да-то еще. Что же это такое? Вау. Это что-то круто. Три батарейки надо. 2. Submersible. LED pool lights. Это для бассейна вставлять. Они waterproof. Вау. Так, нам надо срочно бассейн. Срочно бассейн. Или поедем купаться к Оле. Тоже вариант. Да. Скоро лето будет. Скоро лето будет. Скоро лето будет. Я даже. Я думаю, баксов будет 40 стоит. 30-40. Да какие. Они waterproof. Они противоводы. Ты сколько говоришь? 50. Я думаю, их их 8 штук. 8. По 10. Я думаю, они минимум 100 долларов. 100. Ну ладно, давай 6. Я 6. Их 8 штук. Так, где они сидят по 7, и я иду 40. Вау, они сейчас пультом. Давай. Кто этот раз гадал? Ты сколько сказала? А, блин, 100. Я сказал 40. 70. 70. А ты? 100. 100? Тогда я саму ближе угадал. Не, посередине между Денисом. Вот мы нашли. И они стоят 8 штук 55 долларов. Так что нормально. 55 долларов за вот этот сет 8 штук. Так что все. Оли, твоей сестре на бассейн? Да. Все, плюс 55 долларов. Тут такая интересная пачечка. Двойная. Тяжелая. Ну, я не знаю. Я думаю, что это кухонная будет там. Какие-таки тарелки такие длинные. Подачи еды. Подачи еды. Потому что крутой даже. Что это интересно? Ух ты. Не знаю, что такое. Давай откроем другую, потому что это тюпак. Давай. Мы должны быть вместе. Это такие красивые подсвечники. Да ты шо? Вау, круто. Тут 3 штуки идет, да? Сейчас посмотрим. Вот здесь 3. 3, 6 штук. Давай сейчас их собираем вместе. Собираем вместе. Так, все. Мы собрали наши подсвечники. Вот какие они получились. Сюда можно ставить электрические. То есть, фейковые. И можно настоящие свечи ставить. Да. И они все железные. Это не пластик. Они тяжелые, твердые. Вот смотрите. Очень стабильные. И вот мы нашли. Вот цена. И они стоят 40 долларов за 6 штук. Мы добавляем еще 40 долларов. Вау. Плюс. Следующая посылочка. Ну, тут есть подсказки. Какие-то фуд для еды. Какие-то упаковки какие-то. Это, наверное, ты выбрал. Да, это я выбрал. Я просто бросил и потом забыл. Я такую не брал. Ты себе хочешь на дальнобойк? Наверное. Вот он. Прицеплено все. Это что? Это термосы. Это термос. Я вижу, что это написано. Это колб, хат. Блин. Смотри, это как открывается. Ага. Ух ты, что это такое. Попробуем его соединить. Такой кап интересненький. Вау. Попробуем красиво. Синий цвет вообще классный. Посмотри, какая дырочка там. Ух ты, это же ложка с вилкой. Смотри. Отлично. Это же ложка. У нас сюда в середину. Да ты что? Ты можешь сюда. Вау. Смотрите, ребят. Класс. Смотри, она так делается. Вау. Классая. Я еще такое не видела. Да ты что? Вот смотрите, классно. Это на кемпинг хорошо. Да, это для кемпа. Мы ездим в какую-то поездку такую ехать. Так что вот нормально? Есть. Смотри, тоже широкое лоджище. Тоже железное. Все железное. Давай, все, смотрим, сколько она стоит. Сколько ты думаешь? Я думаю, что доллара 16. Я думаю, где-то около 30. Так, мы уже узнали цену. И ты сколько сказал? Я в шоке. Я сказала 16 долларов. А я сказал 30. Да. А на самом-то деле, сколько они стоят? Немного больше. И вот мы их нашли на Амазон. И они стоят 45 баксов. Это для супа. И это я выбрал. Если бы ты их выбросила у меня, ты хотела их выбросить. Я не дал. И, как видите... Я боюсь, если бы супы делать. Ага, да. Все. 45 баксов. Вот все. Джейми пишет. Плюс 45. Я помню эту браку. Мне понравилась такая лента, изолента. Я думаю, какая-то, наверное, хорошая фирма. Ну и плюс тяжелая была тоже. Тяжелая, да? Во-во. Это выкурали. Что ж это такое? Железная. Что ж это такое? А-а-а. Солезяки. Подожди. Полочки. Полочки? Это что? Шкафчик? Где-то кто-то его что-то принимал. О-о-о-о. Вау. Смотри, как еще... Ты-то что? Смотри, держи. Ну, ну, а не так. Подожди, не так? Вот так. Вот так? Что-то такое. О-оу, это какие-то подставки. А может для вас? Что? Для вас, может, подставки? Для вазонов? А, ну, давай сейчас наберем, посмотрим. Что это такое? Ага. Подставки для... Для вазонов. Для растений. На три этажа, да? И вот они, девочки, бегают тут. И вот мы его нашли. И оно стоит 40 долларов. Да, я хочу подметить, что мы когда выбирали, мы ставку ставили на тяжелые коробки. Плюс 40 долларов опять. Какая коробочка, все полезно. Интересная, да? Что-то повырезали. Я что-то предполагаю, что это что-то электронное. Но мне кажется, такая фирма что-то электронное. Да, что-то такое. Не знаю. Давай посмотрим. Ну, я не знаю, как было в компании. Все наклейки повырезали. Так. Электроника. Электроника. Посуды, как бы. Ау. Рамочки, мне кажется. Рамочки оказались. Ну, так, да, это самые дешевые, да. Я так как фотограф, то мы такие рамочки не совсем используем. Потому что это пластик, оно фейк выглядит очень сильно. То это для меня минус. Потому что мы их пускать никуда не будем. Да, вот побитые, да. А, еще и этапа битые. Это сад и шел. Да, это минус, да, сразу же. Да, мы, наверное, все поставили. Да, потому что я считаю, что рамочки в дом надо ставить деревянные, настоящие деревянные. Да, они вообще все, да. Да, мы ставим ноль, потому что я даже не проверять, потому что я такое дома не поставлю. Пролетели с этой коробочкой. У нас идет вот следующая посылка. Ну, мы поняли, что это fog machine, потому что я выбирал. Да, оно написано. Я сразу, да, оно было написано fog machine, я сразу взял. Что такое fog machine? Fog machine, это которое делает дым. Искусственный дым такой, как бы. И это прикольно можно использовать для фотосессий. И я взял для того, чтобы... У меня есть одна, но я хочу еще одну взять и хочу какие-то, you know, такие интересные фотографии подделать. Да, ооо, она вообще какая-то серьезная даже. Вау, давай, давай, давай. Ого. Да, вау, она еще и со светом даже. Класс. Ух ты, она чуть-чуть, да, разлито, наверное. Кто-то пользовался. Да, кто-то пользовался, что-то такое, да. Сюда заливается специальная жидкость, вот, она пустая. Ну, надо посмотреть, сколько она стоит, давай. Все, мы узнали про эту машину, которая делает дым. Искусственный. И она... Вот мы ее нашли на Амазон, она продается на Амазоне за... Оригинальная цена 50 долларов, но сейчас скидка 47 долларов. 46.99, короче, 47. Единственная вещь, что мы пока не знаем, она рабочая или не рабочая. Но пока пишем, что мы в плюсе. Да. Все, фогмашин 47 бакс. Снова что-то тяжелое. Оу, шо это такое? Слушай, это для специй. Это все для специй, да? Ты все спицы можешь поделать разные? Да, ты этикеточки потом подклеиваешь и все. Вкусно, да? Все, вот тебе для всякой спицы можно будет... О, да, для спицы, да, вот, видишь? И мы нашли цену. Я богатая на бутылочке. Да, и это очень классный сет. Я думаю, тебе очень классно на кухню подойдет, да? И вот этот сет 36 штук стоит 39 баксов. Эту я коробочку выбирал, потому что я смотрел что-то на электронику. Потому что я бы увидел, что это джамп стартер. Я знаю, что джамп стартеры сразу же дорого стоят. Они дешево, они могут стоить. И оно есть USB. Я так посмотрел, думаю, надо просто бросать в сумку и... А дома разбираться. А в дома будем разбираться. И сейчас мы раскрываем и смотрим, что это такое. Оно с сумочки. Смотри. Вау, классно. Вау. Классно? Угу. Вау, такой модный. Вау, интересно. Смотрите, вау, есть резетка и вот это. Это аккумулятор целый. Целый аккумулятор идет. Вау, так красиво. Вау, да. Это еще свет есть? Угу. Можно заряжать и даже лампочка есть, смотрите. Оу, есть. Ух ты. Рабочая. Вау, она даже такая крепкая. Заряженная даже. Давай посмотрим, сколько она же стоит. И этот джампер, вот он. Стоит 70 долларов. Так что мы очень в плюсе. Но есть один минус. Эта вещь была возвращена, то они вернули ее без зажима. Вот этих. Но все остальное зато есть. Заряжать можно, все можно. Но что самое главное. Мне всегда не хватает аккумулятора для того, чтобы где-то, когда ты едешь в дороге, и подзаряжать телефон очень быстро. И все вот это есть здесь. Так что в плюсе нормально. А зажимы я может постараюсь где-то найти и достать до этого блока аккумулятора. И оно стоит 70 баксов. Так что мы в плюсе и очень в плюсе. Так как мы не имеем зажимов к этому аккумулятору, то мы отминусовываем 20 долларов. Поэтому будет 50 долларов за аккумулятор. Такая странная коробочка следующая. Это... Такая заклеенная вообще в шок. Непонятно как, да? Я не знаю, как мы ее взяли. Ну это ты брала. Давай посмотрим. Ого. Сейчас такой минус будет. Что это такое? Электроника может быть? Какой-то динамик? Чи шо? Динамик какой-то. Спикер? Спикер. What? Это спикер. Нормально. Запаковали как-нибудь. Это спикер. Это динамики. Смотрите. Модрый, корплей, пауз. Я не знаю, как оно работает. Здесь шнурков нету никаких. Вообще. Ага. Или он через Wi-Fi работает. Может через Wi-Fi. А как он заряжается? Здесь какие-то USB. USB, да. А шнур... Вот. Ага, есть. Вот заряжается вот сюда. Есть. На меня есть... Сабвитер можно? Да. Но, может, да. Можно просто... У меня есть такой шнурок. Это как телефонный шнурок. А, да, точно. Да. Микрофон. Слушай, сюда подключать микрофон, и, наверное, петь можно. А, кариокки все-таки. Кариокки делать, да. А это что? Смотри. Антенна. Это что, и радио есть здесь? Давай посмотрим, что это такое мы взяли. Мы ее даже запустили. Так что рабочее. Оно подключается до телефона. Вот сюда сверху телефон ставится. И, например, на улице, если где-то гуляешь и хочешь музыку слушать, то... Взял в руку и пошел. Оно там имеет аккумулятор. Вот так, да-да. Вот оно как. И мы нашли его на ebay. Оно стоит 26 долларов. Сори. У нас Марк решил тоже порадоваться. Что-то интересное. Аккуратненько. Вау. Так закрутили, что же это. Такие в рыбе нормальные. Да? Интересно. Размер у них queen. Стандартный размер. Короче, стандартный размер. Все, смотрим, сколько они стоят. Это от компании OEKO TECH стандарт. Что мы узнали? Это с натурального перья. С гусиного натурального перья. Они стоят за queen size, стандартный size, 70 баксов за две подушки. 70 баксов плюс. Так, вперед. Здесь вообще ничего не понятно. Давай. Давай, что тут? Или дрон может какой-то? Нет, все, вижу какие-то палки. Что это? Ой, запад резины. Что-то плавать. Да? Шнурки. О, всякий клипс. Ого, что это такое? Размечтался сразу. Что это? Вау, как круто. Смотри. Что это? Надуваешь это. А это для веса. А, сюда шарики привязываются. Это пари делается. Все. Класс. Короче, это для того, чтобы украшать на паре шариками. Такую, типа, рамку делаешь вот так приблизительно. Очень прикольно. Если шо, кому-то пари будем делать. Девочкам на 10-летие. Вот оно стоит 28 долларов. Для пари, для украшения будет хорошо. Да. Ну, мы там знали, что одно будет делать, попало еще одно. Короче, несколько. сюрприз. Ух, прикольно. Вот все так сильно запечатано. Угу. Давай, вау. Ух, но не сильно аж такой толстый. Бетром такой же. Давай, раскрывай, посмотрим. Такой прикольный цвет. Неплохой цвет даже. Вау, interesting. Такой. Тонкий. Тонкий, да. Это не как одеяло, это как покрывало. Это просто накрывать, короче, накрывать просто койку. Только шо мы смогли найти, заняло немножко времени. Не так легко найти одеяло, потому что они все друг на друга похожи, пробить все. Но мы нашли точно такое. Вот оно продается на Амазоне от компании Humble's 3-piece, Super King, и у нас тоже Super King, это большое одеяло. Две наволочки и одеяло. Две наволочки и одеяло. И все вместе оно стоит 65 долларов. 65. Осталась у нас последняя коробочка. Ой, тяжелая. Фрэй, что-то, что-то такое типа не... Fragile. У меня не поломалось, да? Ну, давай, открывай. Давай, доставай, доставай, доставай. Ой, Тяжелая, помогай. Давай, помогу. О, подожди. Похоже на столик. На столик. Это столик будет. Ага, тут инструкция есть? Да. Сейчас инструкция откроем и увидим, что-то. Так, мы уже собрали наш столик, нашли цену. Вот, как он выглядит. Пойдет к девочкам нашим. Как раз он туда подойдет. И мы этот столик нашли в Омарте за 43 доллара. Оригинальная цена, кстати, была 74 доллара. Сейчас на сейле типа 43 доллара. Вот так он выглядит приблизительно. Так, и сейчас будем подбивать итоги. Итак, 43 доллара. И вот мы подбили весь итог, сколько мы сэкономили на сегодняшней покупке. Мы потратились 160 долларов, вся продукция полностью валю, которая у нас получилась от 1810 долларов. Итого, от минусовав 160 долларов у нас получилось, что мы сэкономили 1650 долларов, купив 32 посылки потерянных. Вот, ребята, то, что у нас получилось в итоге. Я надеюсь, что вам было интересно и понравилось. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки. Это будет показывать, что вам интересно нас смотреть. И увидимся с вами в следующих видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok